Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами готовимся писать сочинение по тексту, который попался выпускникам прошлого года. Этот текст адаптировали по одной из повестей Владимира Фёдоровича Тендрякова. Немного хотелось бы сказать об этом авторе, хотя, конечно, для того, чтобы написать сочинение, это не так, это не нужно, и то есть правки, которая даётся в Кимах, её бывает достаточно, но всё-таки мы захотели с Полиной Алексеевной, с Полиной сделать небольшой экскурс, рассмотреть личность, рассмотреть творчество этого человека. Совсем немного, но я думаю, что это будет полезно и ученикам, и учителям, всем зрителям. Итак, это Владимир Фёдорович Тендряков, это советский писатель, который родился в Вологодской ещё тогда губернии. И если посмотреть видеохроники с участием этого писателя, то можно услышать такой характерный диалект. Его речь очень приятно слушать тем людям, кто любит Вологодский говор. Этот автор, этот человек застал войну, он после окончания школы пошёл на фронт добровольцем, был свидетелем военных действий и получил даже тяжёлое ранение. После возвращения на родину началась его литературная деятельность, он начал писать свои первые рассказы и публиковать их. И в критической литературе говорят о Владимире Фёдоровиче как о неставшем деревенским авторам, хотя он начинал с деревенской прозы, потому что в то время это было популярное направление, но всё-таки прославили его другие темы. Это школьная литература и даже атеистическая, позднего такого времени. Так что в творчестве Владимира Фёдоровича выделяют деревенские, школьные и атеистические циклы. Текст, который мы сегодня рассмотрим, относится к школьному циклу, он из повести школьного цикла, и эта повесть тоже принесла Владимиру Фёдоровичу славу. И хочется вспомнить интересную заметку. Владимир Фёдорович рассказывал про то, что в выпускном сочинении по литературе его собственный учитель русского языка поставил ему тройку. Так, удивительный факт. Мы сегодня говорим про школу, про взаимоотношения учителей и учеников, про формирование личности. И вот писатель, талантливый, получил тройку в экзаменационном сочинении. В дальнейшем со своим учителем Владимир Фёдорович был вообще в хороших отношениях. Его учитель был писателем. И, в общем-то, они стали добрыми товарищами на этом литературном поприще. Поддерживали друг друга, общались в литературных кругах и делали общее дело. Движемся дальше. Если говорить об этом авторе и его присутствии в ЕГЭ по русскому языку, то его тексты встречаются. Вот мы сделали такую небольшую подборку текстов, первых строчек текстов этого автора, которые адаптировали для подготовки к ЕГЭ. И, ну, так вот, достаточно грубо обозначили темы этих текстов. Как видите, первый текст, он похож на военный текст про войну, потому что здесь о Сталинграде, о людях, которые воевали. Но тема этого текста можно так обозначить как потеря самоуважения. Как личность, как человек испытал что-то такое тяжелое, не прошел собственную проверку на прочность и, в общем-то, испытывал сильные угрызения совести. Так что, как мы любим, тексты, которые про военные действия очень путают учеников и хочется писать про войну, могут быть совсем не об этом, а о каких-то внутренних терзаниях. Остальные тексты, посмотрите на их темы, они связаны с вопросами взросления, воспитания и школы. И сегодняшний текст тоже, конечно, про вот эти сложные категории. Так что, в основном, тексты Тентрикова, пока мы видим, попадают на ЕГЭ с вопросами личности, с какими-то внутренними терзаниями и с конфликтами отцов и детей. Ну или там учителей и детей, тоже отцы и дети. Немного о Владимире Федоровиче говорил критик Евгений Сидоров. Это выжимка из статьи, которая размещена в одном из сборников Владимира Тентрикова, в которой критик выделил, что этого автора часто осуждают за то, что за его проповедническую манеру, за то, что художественная форма не слишком хороша в его повестях, из-за того, что людям не очень нравятся прямые какие-то такие притчи или прямые нравоучения, которые часто присутствуют в диалогах героев Владимира Федоровича. Евгений Сидоров оспаривает эту нападку в сторону писателя. Но речь не о том. Я хотела акцентировать ваше внимание на этой заметке. Потому что для нас она важна. Тексты Тентрикова зачастую — это диалоги, в которых люди спорят или просто что-то обсуждают, делятся впечатлениями. Вот в нашем сегодняшнем тексте у меня вопрос, можно ли назвать это таким спором, такой полемикой. Это интересный вопрос. Но, в общем-то, тексты Тентрикова часто — это диалоги, в которых сталкиваются два мнения. И, в общем-то, это уже, можно сказать, такая характеристика его стилистики, которая касается учеников. То есть, работая с этими текстами, мы должны работать с диалогами и как-то вписывать их в наши рассуждения. Так, наверное, можно закончить на этом и перейти к той повести, из которой взяли сегодняшний текст. Так, тогда получается моя очередь. На самом деле, об этой повести, как таковой, известно не очень много. Честно говоря, я даже с трудом нашла год, в который она была написана. Она была опубликована в журнале «Новый мир» в 1974 году. Поэтому я не буду углубляться в историю её создания, потому что, честно говоря, история — это остаётся загадкой. Но на чём я бы хотела остановиться, на чём я хотела бы остановиться в плане этой повести, так это на особенности самого жанра школьной повести. Жанра школьной повести, мне кажется, это будет достаточно полезно, хотя, честно говоря, это уже ближе, конечно, к каким-то литературовическим вопросам, нежели к подготовке к ЕГЭ как таковому. Что вообще можно об этой повести сказать? Дело в том, что всё это произведение, оно достаточно чётко поделено на два. То есть там есть две сюжетные линии, которые практически не сталкиваются. Это учительское и подростковое. То есть когда вы читаете этот текст, вы видите, что автор постоянно меняет локацию. Есть, соответственно, подростки, которые сидят у военного обелиска рядом с озером и спорят о своих каких-то проблемах. И есть учительское, в которой учителя занимаются тем же самым, но, конечно, обсуждают то, что важно, то, что наболело для них. Точкой для всех этих споров, ну вот таким катализатором, становится выступление на выпускном вечере одной из выпускниц, отличницы, красавицы комсомолки условно, от которой никто не ожидал, что она, скажем так, осудит весь процесс образования, которое она проходила. Она, соответственно, что сказала? Она сказала о том, что школа ей очень много дала, но дала ей настолько много, что она не знает, как бы, куда идти, что любить и так далее. Потому что школа требовала от неё сил, она требовала от неё вкладываться в то, в чём она была плоха, и, соответственно, у неё просто не оставалось времени на то, чтобы понять, что нравится, собственно, ей, а что она хочет делать после этой школы, которая вечно длиться не будет. Соответственно, после этих слов ну, не сразу, но практически герои поделились вот по такому, я не знаю, сразу разделились на учителей и подростков, и уже эти линии начали развиваться параллельно, пожалуй, не соприкасаясь друг с другом. Вот так примерно устроена композиция этого текста. А теперь я бы всё-таки хотела сказать об особенностях этого жанра школьной повести, как и собиралась. Потому что, мне кажется, это очень важно в тех случаях, когда, допустим, ученик читает отрывки из таких произведений, и, в принципе, неважно, в каком контексте он это делает, либо на каком-то внеклассном чтении, на литературе, или же тогда ему приходится это делать для подготовки к экзамену. Что, как мне кажется, важно об этом жанре сказать? Я здесь привела небольшую цитату из научной статьи, которая посвящена истории эволюции вот этих школьных повестей, потому что, на самом деле, этот жанр, он очень сильно расцвёл в СССР, ещё в сталинское время, после сталинское, условно. И когда он только начал набирать обороты, кстати, довольно быстро, начал набирать популярность, он в каком-то смысле выполнял госзаказ, то есть показывал, как школа из нерадивого ученика делает нормального человека. То есть вы можете вспомнить какие-то примеры, типа там в стране невыученных уроков, Баранкин будь человеком, соответственно, вот это такая прошлая ступень, школьной повести. А этот текст, как мы уже видим, он написан в 70-х, несколько позже. И на самом деле какого-то такого морализаторства, какого-то хэппи-энда там вы не увидите. И вот эта цитата на самом деле как раз и посвящена такому изменению. Давайте посмотрим. Преобладающий тип сюжета школьной повести уже не хроникальный, а концентрический действие разворачивается вокруг некой проблемной ситуации, дающий возможность проявить свою истинную суть. Если вы обратитесь, допустим, к той же самой ночи после выпуска, вы увидите, что это действительно так. Эта повесть не очень сюжетная в плане того, что там нет какой-то сюжетной динамики. Основно, как сказала Ольга, все разговаривают. То есть это текст рассуждения условно. Там не происходит каких-то событий в объективной реальности. Соответственно, герои просто в процессе споров, рассуждений, иногда, кстати, достаточно агрессивных, они приходят к каким-то выводам, и именно это побуждает их что-то делать. Хотя в основном они сидят и разговаривают. Что ещё нужно иметь в виду, когда вы читаете школьную повесть или прорабатываете с учеником такой текст? Как мне кажется, современным детям может показаться, что все герои, которые там есть, это вот такие короли и королевы драмы, которые раздувают, делают из мухи слона, и мне кажется, вот здесь очень важно пояснить, что это особенность жанра. То есть это не значит, что там все эти произведения пишутся о каких-то невероятно истеричных детях, которые склонны раздувать из ничего всё. Это особенность жанра, потому что школьная повесть, она всегда связана с каким-то острым конфликтом, с чем-то очень наболевшим, при этом неважно, о ком идёт речь, об учителях или об учениках. Соответственно, можно посмотреть там любой советский подростковый фильм, который связан со школой, там «Доживём до понедельника», «Ключ без права передачи», «В моей смерти прошу винить Клаука», соответственно, там наблюдается ровно такая же тенденция. И на самом деле, вот в том отрывке, который был предложен в мае, на самом деле это очень хорошо видно. Мы прочитаем с вами текст обязательно, и вы вспомните, вы увидите, что действительно там полемика достаточно жёсткая. Скажем так, это один из героев пытается всеми силами отстоять свою точку зрения. Скажем так, к этому у меня, по крайней мере, тоже есть вопросы, но не буду забегать вперёд. В общем-то, перейдём к чтению текста. Давайте послушаем текст, чтобы он у нас был свеж в памяти. Итак. «Двадцать с лишним лет назад они пришли работать. Трое педагогов со студенческой скамьи. Два парня с колодками орденов и медленными долацканных поношенных пиджаков. И девица с копной волос и изумлённо распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному. Иннокентия Сергеевича уважительно. Раненый под Белгородом, он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково. Об Иннокентии Сергеевиче сразу же установилось прочное мнение. Светлая личность, надёжный работник, образец для подражания. Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненый, награждённый орденами, сходу вошёл в конфликт со школой. Молодой учитель считал, что школьные программы по физике устарели. Нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живёт открытиями Эйнштейна. Начал преподавать по-своему. Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно. Рядовой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделилась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышании произнести то, о чём все осмеливались, лишь шептаться по углам, заклемить подхалимов, обличить за творщиков, извините, обличить за вравшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Ольга Олеговна и директор школы Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил, «Я всё время думаю о сыне. Да, да, Балёшке. Вы же знаете, он не попал в институт и пошёл в армию. Собирался стать химиком. Никогда не мечтал о воинской службе, но спокойно, даже скажу с облегчением, встретил решения, сложившиеся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает только потому, что там не надо заботиться о себе. По команде поднимают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый же твой шаг размечен, записан, в уставы внесён. Что это, Ольга Олеговна? Отсутствие воли? Характера? Вот что я замечала, Ольга Олеговна. Он слишком часто употреблял фразы. Ребята сказали, все говорят, ну все так делают. Все носят длинные волосы на загривке, и мне надо. Все употребляют словечко «пахан» вместо «отец», и я это делаю. Все берут призы по спортивным соревнованиям, и мне не следует отставать. Покажу, что не хуже других. Волю проявлю, лёгкость и простота – вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но право же не обязательно легче. Ольга Олеговна остановилась. «Как все проще жить?» – переспросила она. Остановился Иван Игнатьевич. Над ними сиял фонарь. Пуста улица, темны громоздящиеся одно над другим по отвесной стене окна. Спал город. «Да ведь все мы понемножку этим грешим», – виновата проговорил Иван Игнатьевич. «Кто из нас не подлаживается, как все, так и я?» А вам не пришло в голову, что люди из породы, как все, так и я, непременно примут враждебно новых коперников и галилеев, потому только, что те видят и думают не так, как все? Коперникам враждебно, к заурядностям доверчиво, смазанные, сглаженные личности, помилуйте, не нелепость ли, вроде сухой воды, зыбкой твердей, лучезарного мрака. Личность всегда исключительно, нечто противоположное, как все. «Да», – произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно, не понять. Они двинулись дальше, их шаги громко раздавались по пустынной улице, дробные Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, потянуло привычным холодом, который приходит с наступлением вечера. Но от стен домов невнятно веяло теплом, отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце. Так, мы прочитали текст. Я бы сразу хотела спросить об одном. Кто-то уже в чате писал о том, что этот текст сложный. Если можно, если кто-то так тоже считает, напишите, почему он сложный. Я поделюсь своим мнением на этот счет. Полина тоже, может быть, расскажет. Да, только недавно ученики Полины писали сочинение по этому тексту. Я предлагала своей ученице поразмышлять над этим текстом. И ей текст тоже показался сложным, по ее словам. Он сложен тем, что в нем есть как будто две части. Как будто она уже настроилась, что будет сейчас одна тема развиваться, а она потом вдруг разорвалась. И мы понимаем, да, что сначала в тексте есть достаточно развернутое описание учителей, их личности, и мы ждем как бы продолжения про них. Но здесь еще появляется директор и вообще диалог какой-то другой. Получается, две таких части, которые, возможно, сложно связать. Вот. Это вот впечатление моей ученицы. Я с ней согласна, что действительно достаточно интересная компоновка текста. И совсем недавно я прочитала эту повесть и увидела удивительное, что оказывается эти части в тексте не рядышком находятся. То есть это абсолютно... Они очень далеко. Они очень далеко, да. И это не может не удивлять. Вот давайте попробуем сформулировать, о чем этот... А, Полина, готова сейчас поделиться, почему этот текст кажется сложным, показался сложным? Я, наверное, немножко подожду, потому что сейчас будут спойлеры, наверное, их пока... А, хорошо. Тогда начнем сразу, ну, окунемся в анализ и обсудим, что же в этом тексте... О чем же этот текст? Ну, всегда, когда прочитали текст, нужно ученику понять, что это, о чем это, и пусть это будет такой отправной точкой. Вы видите иллюстрации, которые... Такая графика к этой повести. И вот эти иллюстрации, в общем-то, мне кажется, они показывают, о чем этот текст, хотя, конечно, вот этих сюжетов, которые здесь есть, их вообще в этом тексте нет, они отсутствуют. Напишите, пожалуйста, в чате, о чем этот текст. Просто тему текста формулируем. Вот что первое бросается в глаза, что формулируется после прочтения этого текста, что ощущается, кроме ужаса тотального, что писать. Вот просто существительные, еще не проблемы, просто существительные. Вот по... Елена Петровна Дудина научила нас называть это тематическими доминантами. Вот. И, в общем-то, они нам важны, потому что эти тематические доминанты могут нам служить таким вот маяком для нашего сочинения. И, соответственно, тематическая доминанта одна из может быть использована в формулировании проблемы, в формулировании позиций автора. Вот. Отношения отцов и детей. Учителя разные, но состоявшиеся люди. Да, вот первая тематическая доминанта это текст об учителях. В общем-то, если ребенок, ну, читая первую часть, видит это, он вправе назвать эту тему. Она тут есть, конечно же. Вот. Это текст об учителях и диалог-то у нас ведут учителя. Так что отлично. Вот. Но этот текст не только об учителях, потому что есть содержание диалога, которое вообще не относится к этому. А о чем? Вот. Этот текст, можно сказать, о личности. И вот вторая картинка, где ребята, вот эти вот выпускники гуляют этой ночью после, проводят эту ночь после выпуска. Вот. Можно сказать, да, что этот текст о личности. Вот. О том, какой быть личностью, вот мне кажется, быть как все или собой, это вот все тоже тематическая, та же тематическая доминанта. Ну, в принципе, она связана быть как все или собой, она связана с третьей доминантой, которую вот мы выделили. Конечно, это все так условно, это можно как-то по-другому называть. Но третье, это об общественном мнении, то есть противостоять ему или, в общем, я человек и общество, личность и общество. Вот как нам существовать, каждому из нас, в каком, в каких отношениях состоять с обществом надо. Об этом говорят директор и учитель истории. Вот. И тут же на этом этапе ученику можно предложить подумать, какая из этих доминант кажется наиболее важной. Тут я написала, но я подбирала и другое слово, наиболее развернутый в тексте, которую как бы можно проиллюстрировать. Вот что бы вы выбрали? Можете даже цифркой писать, какую доминанту взять для того, чтобы дальше искать пример, искать позицию автора, в общем-то формировать по этой доминанте сочинение. Вот. Есть уже предложение 2, 2 и здорово. Вот я тоже для себя выбрала вторую доминанту. Вот. Хотя, опять же, мы по себе понимаем, что и первую можно взять, и третью можно взять, но, возможно, будут какие-то трудности с подбором примеров, например. И мы сегодня тоже покажем такой путь, когда уже придумал, что писать, придумал проблему, сформулировал проблему, начал искать примеры, и что-то как-то не нашлось. Вот. Но это в дальнейшем. Да, вот цифру 1 почему-то никто не берет, цифру 2, 3 берем, но есть такие предположения, что, кстати, цифру 1 ученики многие могут взять, увидеть, и, наверное, попадут в непростую ситуацию. Вот что они делают потом, да, это большое. Да, вот непростую ситуацию и испугаются, уже что-то начали писать. Вот. Тут опытные люди видят, чувствуют текст. Вот. А ученики, конечно, не настолько могут быть в этом сильны, но, действительно, мне кажется, здесь тоже такие простые способы есть. Опять же, все самое важное все-таки не в начале текста кроется, а в конце, да. Это, по-моему, такая вот логика составителя этих текстов, ну и вообще логика, не знаю, жизни. Вот. Иллюстрацию предлагают, спасибо. Бежим, бежим дальше. Собираем сочинение. Да, не опаздываем за нашими слушателями. Следующее, что мы можем рассмотреть в тексте, когда поняли, о чем он, это, ну, в данном тексте удобно системам персонажей смотреть, так как мы уже увидели, что здесь нет никакой динамики, нет такого повествования яркого, чтобы выделить эпизоды, эпизод за эпизодом, смену эпизодов, то тогда мы рассматриваем то, что здесь ярко представлено, это герои, тексты, персонажи. И, конечно же, на экзамене, который год уже советую, у нас есть только черная ручка, это подчеркивать, то есть выделять. Вот первый герой, который, персонаж, да, который появляется в тексте, это образ учителя, фронтовика, Иннокентий Сергеевич, и, в общем, все, что касается его характеристики, его портретных данных, оценочных суждений о нем, мы выделяем, возможно, нам это как-то пригодится, это несет какую-то смысловую нагрузку, мы еще не знаем, какую, но собираем. И вы видите, в презентации выделено достаточно много информации, которую нам автор дал о всех этих героях. Только вот загвосточка, Иннокентий Сергеевич и Павел Павлович больше вообще в тексте не появляются, но вот Ольга Олеговна, слава богу, потом является участником диалога. Вот, это, конечно, очень хорошо. Слава богу ли? Ну, ладно. Мне так нравится, у нас уже были не то, что споры, но такие, я уже знаю, что Полина очень недоброжелательна к Ольге Олеговне. Ну, не сочетание, но с вопросами. Хорошо. У меня такой вопрос, даже два вопроса. Во-первых, один вопрос написан здесь. Сформулируйте, пожалуйста, что общего, что объединяет этих героев. Это уже, конечно, вопрос такой, который сформулирован исходя из содержания текста. Вообще, ученик в целом должен понимать, что если есть какие-то люди рядышком поставленные в тексте и описанные, то зачем это автор сделал? Вот. Что общего, а что может быть различного? Ну, у меня вообще второй вопрос, я бы по-другому его сформулировала. Вот Ольга Олеговна это герой текста, а вот о других учителях только какие-то есть упоминания. Вот зачем они вообще есть в художественном смысле? Зачем их тут автор использует? Как-то Тендряков не доработал, назвав в правдорубку девица ожидаешь современную. Ну, вот этот момент мне тоже, кстати, понравился, что Ольга Олеговна, такой жесткий человек достаточно, описывалась молодой девушкой, названа девицей, соответственно, этот суффикс, это слово формирует наше отношение, может быть, к ней какое-то такое поверхностное. То есть от нее никто не ожидал, что она такой станет. И я тогда отвечу сама на свой вопрос, как мне кажется, ну, может быть, вы не согласитесь или предложите что-то другое, Иннокентий Сергеевич Павел Павлович, благодаря ним как бы образ Ольги Олеговны по-другому играет. Вот они ее оттеняют, они прямо такие солнышки без пятен, а она такая сначала кажущаяся простой, но на самом деле нет, не такой, то есть на самом деле внутренний мир у нее богатый. Вот может быть поэтому здесь нам показывают сильных личностей во всех смыслах, в которых не сомневаешься, а здесь такая внешняя девица внешняя как будто заурядность, вот, а внутренняя оказалась сильной. Да, и Ольги Олеговны нет тут фамилии, и Иннокентий Сергеевич тоже, тут как бы от этого не оттолкнемся, как будто, вот, и директор там без фамилии, вот. Так, а что общего между ними? Если пока рано про общее говорить, то тогда стоит посмотреть на других героев, потому что они будут радикально отличаться от этих. Ответы тут есть в чате, соответственно. А, да? Про то, что они, собственно. Про то, что они, что еще раз? Личности. А, ну, да, хорошо, то есть для нас все эти три персонажа являются какими-то показательными личностями, сформированными, вот, и являя, возможно, образцами для подражания. Да, были молодыми учителями, были такими, но в самом тексте они уже были зрелыми. Так, и дальше вторая часть текста, собственно, посвящена отцу и сыну, отец и сын, отцы и дети у нас тут как будто проблема немножечко есть или нет. директор школы, про него практически ничего нет, вот, он только попытался один раз оправдаться и можно сказать, что себя немного охарактеризовал, кто из нас не подлаживается, как все, так и я, вот, но опять же он своего сына-то и как будто осуждал и жаловался на это, а потом спохватился, что на него напали и решил как-то так оправдаться. Вот, мы это можем взять как некоторую зацепку, чтобы их объединить тоже в единый такой фронт и, конечно, Алешка получил сполна в этом тексте и для учеников и для нас здесь, кто работает с этим текстом, может просто стать таким ущадьем ада, вот, примером того, как, вот, какой может быть плохой человек. Ну, понятное дело, что раз те сформированные хорошие, правильные личности с такими какими-то чёткими ориентирами в жизни, то отец и сын для нас это будет такое противостояние к тем личностям, категория быть как все, да, подлаживаться, подстраиваться под других, вот, и, в общем-то, возможно, скажем, что это не сформированные личности. Но хотя Ивана Игнатьича в этого всё не хочется загонять, потому что он просто транслятор этой мысли. И когда я прошу учеников, например, охарактеризовать просто, кто положительный герой, кто отрицательный в этом тексте, на чьей стороне автор, на чьей стороне автор, то здесь понятно, что положительные герои будут школьные учителя, отрицательными героями Алёшка, ну, а Иван Игнатьич можно вообще поставить, что это как бы нейтральное что-то такое, и дети это тоже чувствуют, понимают, что, ну, как бы не одно и то же это. Хорошо. Соответственно, мы делаем вывод, что здесь есть противопоставление. Вот. Наверняка с учениками самое удобное искать в тексте противопоставление. Если оно есть, какое-то противостояние, то это для нас удобно, мы с легкостью тогда сможем эти два примера использовать и написать тогда понятную связь. Вот. Противоположно. Значит, учителя — это положительная модальность, они сильно независимые, а директор и Алёша или просто Алёшка наделены у нас отрицательной модальностью, вот, потому что их личности не до конца сформировались. Вот. и, да, давайте перейдём. Теперь, раз у нас здесь нет, мы хотели дальше двигаться, если мы проанализировали образы, систему образов, то следующее, что мы можем делать, это проанализировать эпизоды, да, текста. Да, как сказала Ольга, опять-таки, та часть, которая посвящена учителям, она не очень сюжетная, соответственно, просто идёт поимённый список персонажей с их какими-то отличительными чертами. Получается, что у нас активное такое рассуждение, оно вот как раз заключено в этом большом диалоге между Ольгой Олеговной и директором школы. Соответственно, мы предлагаем вам сейчас вкратце вспомнить, о чём был диалог, как он развивался, соответственно, там был какой-то триггер, наверное, вы помните, вот, и к чему, собственно, к какому финалу эти персонажи пришли, вот, как бы вы составили, не знаю, тезисный план, может быть, этого диалога. С чего он начинался, чтобы было в середине. Прямо всё закончилось. Давайте попробуем восстановить. Да, по сути, там четыре реплики было, и нужно как-то их содержание раскрыть. Да, там можно своими словами. Да, очень коротко. Это важно с учениками делать тоже. Вот, я считаю, что обязательно нужно разделить на эпизоды текст, как-то этот каждый эпизод осмыслить, дать предложение по нему, чтобы потом в итоге выбрать, что здесь. Чтобы они увидели динамику, собственно, может быть, там их характеризмили персонажа с помощью этого. Это хорошее осмысление текста, конечно. Так, какие-то варианты. с обсуждения с обсуждения сына. Это вот такой вот триггер. Высказал свое мнение по этому поводу, но Иван Игнатьевич его не понял. Хотелось бы немножко углубиться в какое мнение и по поводу чего она высказала и какое непонимание там произошло. Так, а вот как они перескочили с конкретного Алёшки к абстрактной личности? Нам, кстати, не говорят, что Иван Игнатьевич его не понял. Там даже у автора текста сомнение, что он там понял, или он не согласен, или он еще что-то почувствовал. Да, это стало из-за критики. Просто не стал развивать, скорее всего, эту мысль. И нам остается догадываться только о том, что он чувствовал. Так, у нас есть, да, эпизод такой из «Заффиты», когда Иван Игнатьевич становится адвокатом своего Алёшки. Слава Богу, да. Так, может быть, еще какие-то эпизоды, мысли? Ну, получается, первый эпизод Иван Игнатьевич обсуждает делиться сокровенным, а получает возмущение. Да, соответственно, и на самом деле он получает возмущение ведь не по поводу вот всей ситуации, а скорее вот Ольга Олеговна среагировала на последнюю фразу директора о том, что жить как все проще не обязательно легче. Вот, то есть наоборот. Вот, соответственно, её зацепила эта фраза и получается, что у нас такая типичная для диалога ситуация, когда вы начали с одного, а закончили абсолютно другим. Вот, или в принципе можно сказать, что их беседа идёт по такой, как это сказать, по методу от частного к общему, да, вот. То есть всё началось конкретно в Алёшке, а закончилась вот концепция того, каким должен быть идеальный человек. Вот, да, мы видим в третьей части. Прошу прощения, это Ольга Олеговна, если про повесть вспоминать, Ольга Олеговна уже просто была заведена этой ситуацией с выпускницей и медалисткой, вот, и, в общем-то, она уже не слышала этого Ивана Игнатьича, который, наверное, хотел поговорить о чём-то таком простецком, житейском, и всё равно вышли они на философию. Ну так, это просто вот как там, как это всё было устроено в тексте. Да, ну, соответственно, если возвращаться вот тот отрывок текста, который достаётся ученикам, вот, то мы видим, что всё заканчивается очень такой большой репликой, я бы даже сказала минимум аналогом Ольги Олеговны, о том, что человек, ну, как бы, она не говорит напрямую, что он должен быть личностью, но она говорит о том, почему опасно ей не быть, вот, к чему это приведёт, вот, и, соответственно, она называет парадоксом, если человек является, ну, как бы, личностью, которая ничем от других не отличается, то есть, то есть, это всё равно, что-то, горячий снег, условно, вот, то есть, это парадокс, личность должна обязательно отличаться от остальных, и именно это, по её мнению, вот, двигает людей вперёд, вот. Вот так, у меня, на самом деле, есть вопросы к тому, как этот диалог построен, и некоторые опасения, опасения, которые касаются того, каким выводом может прийти ученик, и особенно, наверное, каким выводом может прийти взрослый, вот, но об этом, наверное, скажу чуть позже. Так, и ещё такой вопрос, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, какие части диалога друг другу противопоставлены? Всё-таки противопоставление действительно очень удобная связь, вот, и почему бы... Тут тоже номера можем написать, выберите 1-2, 1-3, там, или какие части противопоставлены, тоже всё стараемся проанализировать. Это тут у нас такой текст, что всё противопоставлено, и так здорово, здорово работает. Так, хорошо. Вообще, Иван Игнатьевич и Ольга Олеговна в целом противопоставлены. Да, из них неплохие. Просто второе, вторая реплика Ольги Олеговны, она состоит из одного предложения, вопросительного, риторического. проще проще жить. Это скорее такой старт. Так, все, да, то есть второе информативно, скорее четвёртое просто раскрывает, и, соответственно, 1-4, это, наверное, такое хорошее противопоставление. Самое яркое. То есть, Иван Игнатьевич самая яркая. Конечно, вообще, 1-3 противопоставлено 2-4, да, вот так вот, один вместе с 3, Иван Игнатьевич, где он тоже там высказался хорошо, что всё-таки он сына-то осуждал, осуждал, но не до конца, он его понимает в каких-то проявлениях. Вот. Да. 1-4. Здорово. Это правильный ответ. Ну что ж, я полагаю, мы можем перейти к следующему слайду. Так, Оль, кажется, это твоё. Ну, собственно говоря, нельзя не заметить этот монолог и его прелести. Я вообще считаю, что в этом монологе конкретно для этого текста, не для всей повести, для Полины конкретно, говорю конкретно для этого монолога, этот монолог является трансляцией авторской позиции. Вот. Хотя его очень удобно брать как целый пример, да, то есть вот этот такой вопросик, как его использовать, но, собственно говоря, благодаря словам Ольги Олеговны мы понимаем, что хотел сказать автор, ну, вот, какую мысль он несёт этим текстом, для чего он написан. В общем-то, тоже, так как мы понимаем, что этот фрагмент, он очень важен для текста, вот, то мы должны его рассмотреть более пристально, детально, под лупой. В общем-то, предлагается ученикам такое задание, просто выписать из речи Ольги Олеговны, ну, если это вы работаете в школе, на уроке, можно выписать, на экзамене просто подчеркнуть, что, как Ольга Олеговна характеризует людей, вот, в её речи явно выражается два полюса, она высказывает, что есть люди хорошие, есть люди какие-то плохие, и вот, какие одни, какие другие. В общем-то, мы сейчас пропускаем эту работу, чтобы не печатать в чате всё, текст перед глазами, мы подчеркиваем, подчеркиваем всё значимое и разделяем, чтобы увидеть это, увидеть позицию Ольги Олеговны. Положительно характеризует она людей, только у меня наоборот, у меня проставлены, извините, пожалуйста, плюсики-минусики, наоборот, поставлены, наоборот, конечно, положительно, отрицательно она характеризует тех людей, так называемых с породы, как все, так и я. Она считает, что они могут быть враждебны, вражду проявлять. И также она называет их смазанные, сглаженные личности. Положительные люди для Ольги Олеговны это новые коперники Галилеи, наверное, под ними подразумеваются какие-то учёные, двигающие вперёд науку, цивилизацию. Эти люди видят и думают не так, как все обязательно. И также она говорит, что личность всегда исключительна, и личность всегда противоположная, как все. Достаточно категорично высказывает свою позицию. И действительно, я согласна с Полиной, что такая крайняя вообще речь Ольги Олеговны, она может и ученика натолкнуть, писать очень такие категоричные высказывания. И, в общем-то, я сама пробовала написать сочинение по этому тексту, и когда покажу его, расскажу, как мне пришлось саму себя там сглаживать, потому что текст ведёт к тому, чтобы говорить только так и никак иначе. И это опасность и сложность. Не знаю, как на экзамене, но на уроках с учениками, скорее всего, так интересно над этим текстом поработать, потому что здесь всё, может быть, в этом высказывании всё ясно и понятно, и дети так разделят, и могут сконструировать высказывания на основе этих тезисов, но эти тезисы легко разбиваются, потому что Ольга Олеговна превращается в такого, какого-то, не знаю, не буду говорить такое страшное слово, но слишком она категорична, и нет в её речи принятия и какого-то, ну, доброжелательности ко всем. Но для ЕГЭ это не актуально, наверное. И тогда, смотрите, как хорошо у нас всё соединяется. Оказывается, наши два противопоставления, которые мы выявили, это образ сопоставления персонажей, учителя, положительные герои, директор и Алёша это отрицательная модальность, вот, они также прекрасно накладываются, соединяются с теми тезисами, которые высказала Ольга Олеговна. Сильные личности новые Коперники и Галилеи мы объединяем с учителями, вот, и, соответственно, Алёшку считаем смазанной личностью, человеком из породы, как все, так и я. И это все хорошо работает на нас, получается, что все, что есть в этом тексте, оно все связано, вот, когда мы так разобрали, у нас уже нет какого-то описания учителей, а потом диалога других учителей, у нас уже есть прямая связь между ними, соответственно, одни части текста могут стать примерами, иллюстрациями, другие части текста могут быть иллюстрацией позиции автора, то есть высказыванием, формулировкой позиции автора. Осталось только сформулировать проблему, как говорится. Так, дальше у нас будет две схемы, одна удачная, другая нет, по созданию сочинения. Полина, хотите какую-нибудь тему, схему прокомментировать? Я, пожалуй, это сделаю позже. Хорошо, тогда быстренько пробежимся. Вы помните, что мы говорили про тематические доминанты, и первая доминанта, которая вообще не стала популярной в нашем сейчас обсуждении, но она все-таки есть, она может быть замечена учениками, особенно в стрессовой ситуации, учителя зацепились за них и как бы держимся крепко. Вот покажем схему, которая, из которой не выросло сочинение. Но, в общем-то, на экзамене составление такой схемы это очень быстрый процесс, быстрая деятельность, очень полезная, потому что она дает убедиться ученику в том, надо ли дальше это писать, наращивать вот это вот мясо. В общем, выбираем тематическую доминанту учителя и выбираем какое-то противопоставление, которое есть в тексте, связанное с учителями. Ну, мы, в общем-то, только-то с вами противопоставление нашли и увидели, что у нас были учителя сильные. Помните, они все у нас были в одной группе сильные люди. Вот. А с другой стороны в нашем тексте был вот этот вот конформизм, тоже можно обсудить это слово и, в общем-то, увидеть эту сторону. Вот у нас есть противопоставление. И тогда основная мысль текста может из вот этого пазла сложиться в какое-то утверждение о том, что учитель должен быть сильной личностью, увлеченной, имеющей свою точку зрения на разные позиции. В общем-то, это в тексте все есть. Действительно, у нас там учителя такие. Вот. И когда мы начинаем из позиции автора, которую мы делаем, вы помните, мне так нравится аллегория, которую, по-моему, Оксана Николаевна Беляева привела, потом ее многие вспоминали, что дом, мы пишем сочинение, как строим дом с фундамента. Фундамент у нас это позиция автора. То есть, соответственно, вопрос, крыша будет где-то уже совсем вверху. То есть, мы начинаем с конца. Текст у нас будет читаться сверху вниз, а строим мы снизу вверх. Соответственно, если мы говорим, что учитель должен быть таким-таким, то проблемный вопрос может стать таким. Какой должен быть настоящий учитель? Каким характером должен обладать настоящий учитель? Ну, или какой-то ваш другой вариант. Главное, что на экзамене его зачтут, потому что есть вот это слово учитель. вопрос касается содержания текста. И есть у нас противопоставление. Мы начинаем думать, что мы будем приводить в пример, когда говорим о сильной личности. Мы вспомним Ольгу Олеговну и фронтовых учителей, конечно, и опишем их. А что мы будем писать, когда возьмемся за второй пример о приспособленчестве, о личности, о отсутствии личности, мы тогда берем директора школы, потому что он учитель. Алешку не можем взять, и тут мы споткнемся о том, что директор школы у нас не очень информативен и не очень показателен. И, в общем-то... А может быть, он вообще ничего и не ведет? Да. Соответственно, мы здесь попадем в такую непростую ситуацию. Вот. Если ученик вот это все уже написал, и потом второй пример у него не пошел, он не пойдет, потому что текст не дает ему опоры развить эту мысль. Ну, он либо разовьет эту мысль, но, скорее всего, он фантазирует, что-то там припишет учителю, что ему показалось. Вот. Либо... Что еще? Ну, в общем-то, не получится. Как тогда в такой ситуации быть? Бросать ли это сочинение или как-то его спасать? Какой вы выход видите из ситуации, что второй пример здесь противоположный не подходит? Что же тогда сделать этому ученику? Если у вас есть предположение, как спасти... Как поднять баллы на К2. Как, в общем-то, эту учительскую линию все-таки вытащить, то напишите. Но я вижу, что пока никто даже не пишет, поэтому не будем выжидать, потому что ответ-то у нас заготовлен. Конечно, спасти можно, но кто-то начал писать, поэтому немножко придется подождать. Индрида. Мы вас ждем, пишите, не останавливайтесь. Немного интерактива. Можно ли, нужно ли это спасать? Ну, обидно, что если ребенок уже много чего-нибудь там потратил на это сил и... Получит обезда стрелка. Да. И понял, что сочинение не строится, и надо начинать с нуля. Мы знаем такие случаи, когда ученики к середине понимают, что вообще проблема не та, но проблему-то можно подкорректировать. А вот если он там тему выбрал вообще не ту, ну, не самую удачную, вот, то что ему в этом случае делать? В целом-то ключи к этому тексту дают нам проблему, связанную с учителями. И мы подобрали проблему правильную, вот, но все-таки не дождемся предположений. Так как у нас три учителя, вот, то мы можем их разделить с вами на два примера. Объединить фронтовых учителей вот этого физика и математик, по-моему, первый был. Вот. Вместе они, там, помните, сразу пришли и сразу в них никто не сомневался, они были сразу замечательными. Вот. Рассказать про это, расписать, они достаточно, достаточно подробными даны их портреты, можно опираться на описание, особенно мне нравится физик, который вступил в конфликт со школой сразу, потому что по-новому хотел преподавать. Это созвучно тому, что потом высказывается в позиции автора, да, что личность это тот, кто способен конфликтовать, вот, не соглашаться с обществом. Вот. И отдельно мы, конечно же, можем вынести Ольгу Олеговну, которая здесь тоже представляется в тексте как сильная личность, она это, в общем-то, сама транслирует, несет, и описанием, ну, ее портретом, мы тоже это видим, помните, что она способна заклеймить каких-нибудь там мальчиков и так далее, в общем-то. Поэтому два примера, которые наша любимая, дополняют друг друга, вот. Осталось только пояснить, каким образом дополняют. пояснить, что ученик взял в пример математика и физика, в принципе, я думаю, это тоже выход. Да, это хороший выход, и получится нормальное сочинение. Мне кажется, кстати, одно из самых простых сочинений вот такого вот, по такой схеме в этом тексте. Вот. Но если все-таки смотреть на этот текст и выбирать то, что мы сегодня с вами выбрали как более основным тематическим полем, то здесь это, конечно же, проформирование личности. Ну, не учителя, здесь во главе угла. Вот. Проформирование личности. берем эту доминанту, вспоминаем, какое там противопоставление было в целом-то, оно не меняется, да, у нас противопоставление. Мы выявили их два, но потом соединили их в одну концепцию, и тогда основную мысль складываем в какую-то примерно такую, что для формирования сильной личности важно не попасть, подпасть под влияние общественного мнения, жить собственными принципами и убеждениями, ну, по крайней мере, формировать их, да, заниматься этим. Вот. И, опять же, строим наш дом с фундамента, фундамент сложили, думаем, что будет, какой вопрос будет ответом, какой вопрос станет, подойдет к этому, к этой позиции автора, чтобы позиция автора превратилась в ответ. Вот. Как формируется сильная личность, что формирует сильную личность, можно что-то такое, конечно, вариаций вопросов может быть много. И здесь у нас все хорошо, у нас много информации про сильную Ольгу Олеговну, вот, и достаточно обширный абзац, высказывание, реплика директора школы про сына. Это будет вторым примером. И здесь у нас противопоставление не дать, не взять. Хорошо. В общем-то, у нас есть как-то удачный кейс, но сейчас мы подойдем к типичным каким-то там ошибкам, да. Так, тогда, наверное, да, давайте о плохом, но недолго. Вот, наверное, здесь само время сказать, почему я вижу в этом тексте, ну, не самым, отравенно говоря, сложным, из тех, которые предлагали на ЕГЭ, несколько подвохов. Вот. Оля, соответственно, уже, скажем так, об этом немного сказала, но я бы хотела сделать на этом акцент. Дело в том, что у меня обычно ученики, с чего я начинаю вообще работать с текстом, конечно, вот там с 22-го задания, с 23-го и так далее, вот они достаточно плохо делают задание 22, когда нужно понять, какие высказывания соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют и так далее. И я обычно их всегда предупреждаю о чем? О том, что если высказывание очень категоричное, невероятно категоричное, а текст не очень, вот стоит вообще хорошенько подумать, прежде чем это тащить в правильный ответ. Вот. И если переносить, скажем так, эту стратегию на анализ всего текста, да, то здесь можно сформулировать похоже, но чуть-чуть по-другому. Прежде чем решить, что какой-то герой является резонером, то есть транслятором авторской точки зрения, это нужно доказать, это нужно обосновать и, скажем так, с этим выводом точно не нужно спешить. Вот. В этом тексте, конечно, достаточно удобно, потому что всё-таки его слишком сложно. Я бы назвала его не очень хорошо адаптированным, потому что действительно не очень понятно, как мы с характеристикой учителей перескакиваем на этот диалог. то есть хотя бы какая-то связка, мне кажется, там должна быть, но это уже, конечно, мои придирки. И почему меня смущает, скажем так, фигура Ольги Олеговны здесь, я не скажу, что я её не люблю, хотя некоторую антипатию к её монологу всё-таки испытываю. Вот когда я читала этот текст и пыталась представить себя на месте ученика, вот у меня в голове возникло две вещи. Во-первых, вот эта вот знаменитая фраза Юпитер, если ты злишься, значит, ты не прав. Соответственно, мы видим, что у Ольги Олеговны, кстати, кто-то спрашивал про фамилию Ольги Олеговны, её нет, зато у неё есть кличка Вещий Олег. Надеюсь, это скомпенсирует. А у директора как-то была тоже у него кличка тоже какая-то такая княжеская, я забыла уже тоже на типа князь Игорь или что-то такое. В общем, сейчас посмотрю. Так, да, надо будет этот момент посмотреть, потому что что-то вообще не помню. Вот, и, соответственно, мы видим персонажа, который вот прям очень вдохновенно что-то отстаивает, и здесь, соответственно, вот есть два пути. Либо это действительно резонёр, вот как в этом тексте, либо этот персонаж может быть обычным пустозвоном. Я думаю, вы хорошо помните уже позапрошлый получается текст отрывок из обрыва Гончарова, где мы видим вот такого же героя, который распаляется перед своим другом, что этот друг неправильно живёт, что нужно жить вот по-другому, а этот друг робко пытается оправдаться тем, что ему так-то нравится преподавать свою латынь, и, в принципе, он заделает хорошо, и почему, почему, собственно, его деятельность заслуживает какого-то порицания. Вот в этом тексте, который, безусловно, было очень трудно ученикам анализировать, вот там тоже была эта проблема. Мы видим героя, которому посвящено условно многоэкранному времени, вот, но который резонёром не являлся. И вот здесь, мне кажется, перед тем, как ученик к какому-то выводу придёт, да, стоит провести с ним какую-то работу под заглавием «Докажи, что позиция этого героя действительно отражает точку зрения автора». И мне кажется, даже несмотря на то, что этот текст такой не самый хитрый, иногда это сделать очень непросто, вот. Скажем так, это моё самое главное опасение по поводу этого текста, о некоторых я сейчас ещё скажу. У меня ученики, так получилось, писали сочинения по этому тексту, вот, в тот самый раз, когда они вообще впервые начали писать сочинения, к сожалению, все эти рукописи канули в лету. Вот единственное, что я вспоминаю, они действительно сразу сосредоточились на том, что этот текст о том, как быть не таким, как все, вот, и придумали ему хэштег не такуся, вот. Соответственно, в принципе, было очень удобно. Но, если вернуться к тому, как делать не надо, и такие опасности существуют при анализе этого текста. Соответственно, когда у нас ученик уже написал какое-то, ну, скажем так, пять сочинений, может быть, шесть сочинений, у него примерно начинает формироваться картина мира, формироваться список тем, которые вот на ЕГЭ могут выстрелить, и, соответственно, мы помним, что там действительно очень много текстов, ну, но достаточное количество текстов о войне, о героях на войне и так далее. И, соответственно, вот этот вот триггер, фронт, война и так далее, он может сработать там, где не нужно, чтобы он срабатывал. То есть, мы видим, что в этом тексте есть два героя-фронтовика, несмотря на то, что это внесценические персонажи, да, которые не принимают участия в каком-то развитии сюжета, а это всё равно достаточно яркие личности, и ученик может увидеть проблему там, где её нет, и сказать о том, что вот, начать рассуждать о том, как война влияет на учителей, хотя в тексте об этом вообще ничего нет, кроме того, что у каждого там висит по ордену или по два. Вот, и начать делать какие-то далеко идущие выводы, то есть, это как раз тот момент, когда сочинение получится неудачным, когда, соответственно, будет налито огромное количество воды и получено очень мало баллов, это вот такой вот сценарий. Дальше, соответственно, ещё одна такая опасная вещь, это когда ученик на чём-то зацикливается, соответственно, вот он, как видите, здесь поставил правильный проблемный вопрос, но уходит в частности там, где, опять-таки, этого делать не стоит, то есть, вот он видит в тексте трёх учителей, да, ну вот таких полноценно представленных, вот Ольга Олеговна, Решников, физик, Иннокентий Сергеевич, и начинает делать выводы, исходя из того, что кто-то из них, вот только один, является образцом для подражания, физик, математик, историк, вот, и, соответственно, это тоже, мне, честно говоря, трудно представить, как это оценят, но навскидку ему либо снимут за К2, за комментарий, либо ему снимут за логику, а может быть, ему в кавычках повезёт и снимут и за то, и за другое вместе, вот, вот так, большой Иван, ух ты, так, о чём ещё хотела сказать, мы также знаем, что одна из самых трудных задач при написании текста это вот соблюсти логику от начала и до конца, то есть вот подобно персонажам этого текста Большому Ивану и Вещему Олегу не уйти куда-то в обобщение, то есть им можно, потому что они в художественном тексте они сочинения не пишут, а ученику, к сожалению, нельзя, то есть ему нужно придерживаться проблемного вопроса и писать только о том, что он, собственно, заявил, вот, и иногда в стремлении опять-таки как-то оправдаться, в стремлении как-то родить пояснение условно, возникают выводы, которые текстом вообще не поддерживаются, ни текстом, ни обычной логикой, то есть допустим, ученик вот тоже начинает делать вывод о том, что Ольга Олеговна это хорошо, Решников хорошо, математики Иннокентий Сергеевич это вообще прекрасно, а вот Ивана Игнатьевича нельзя назвать хорошим педагогом, и, соответственно, вот тут ученик может заделать вывод о том, что, почему его нельзя, потому что у него сын какой-то невоспитанный, вот с сыном что-то не получилось, и вот это его, того, кто пишет работу, тоже может увести к нулю по К5 и, соответственно, к другим обидным ошибкам. И последнее, что я бы хотела рассмотреть в рубрике «Как делать не надо», уже связано скорее не с частью комментария, а с теми проблемами, с которыми сталкивается пишущий при формировании своего мнения, при высказывании. В этом году у нас, как вы знаете, введено обязательное требование, то есть ученик должен не только обосновать свою точку зрения, но и привести какой-то пример-иллюстрацию, которая, соответственно, как-то подтверждает то, что ученик сказал. И, допустим, вот я в своей практике вижу вот такую частую ошибку, соответственно, я вижу, допустим, высказывание, я согласен с мнением автора, я вот тоже считаю, что так делать не надо, и вот сейчас я вам приведу пример, а тезисов вы от меня не дождётесь. Вот, то есть почему я согласен, почему я не согласен, я так и не понимаю, то есть это остаётся, всё это по-прежнему покрыто завесой тайны, и вот здесь начинается лотерея, кто-то поставит ему плюс один балл, кто-то не поставит, я жадная, я не ставлю. Вот, и вот здесь я вижу, какое объяснение вот этой трудности, вот трудности выдвинуть свои собственные тезисы. Мне кажется, что очень часто вот с такой ситуацией можно было бы избежать каким способом, не быть категоричным. Мы очень часто видим, что ученики либо обеими руками за автора, либо обеими руками против, ну, хотя это, конечно, уже случается гораздо реже, и вот с такой позицией обычно тот, кто пишет, он как бы сам себя помещает в какое-то прокрустово ложе, потому что если ты с автором абсолютно согласен, то зачастую тебе нечего сказать. Бывает такое, особенно если текст красивый, текст убедительный, или наоборот, текст настолько скучный, что не хочется тратить энергию, или уже осталось мало времени, и нужно быстрее это всё дописывать, то есть там разные сценарии возможны, и вот тогда у нас соответственно возникают ситуации, похожие на те, что я привела, вот допустим, ученик полностью согласен с позицией автора, личность никогда и ничего не должна делать, как все. Вот если ученик у нас приходит к такому выводу, ему становится очень трудно. Во-первых, дальше нужно объяснить, а почему личность никогда и ничего не должна делать, как все. Тут уже возникают проблемы. Во-вторых, возникают проблемы с тем, как привести пример, и как этого можно избежать. На примере этого текста я бы хотела показать на самом деле. вот здесь соответственно небольшая иллюстрация того, что часто встречается в сочинении. Как видите, я здесь прикрепила небольшую фотографию, небольшой кадр из фильма «Доживем до понедельника». Вот счастье, это, по-моему, когда тебя понимают, но обычно происходит так, что кто-то пишет текст и какие-то вопросы еще остаются. То есть это, конечно, счастье, когда экзаменатор все понял и баллы поставил, но, к сожалению, так бывает не всегда. Вот как можно все-таки сохранить этот ценный балл за К4, за обоснование своего мнения? Я вижу вот такой выход, как мне кажется, довольно неплохой, особенно, если мы имеем дело с героями, которые очень яростно, очень категорично отстаивают свою позицию. Я всегда говорю ученикам, что вот вы можете соглашаться, вы можете нет, но никто не заставляет вас вот именно в один из этих лагерей бежать. Можно, соответственно, разобрать эту проблему чуть подробнее, потому что практически всегда, несмотря на то, что, как у нас везде сказано, что автор глубоко этичен, что с позиции автора лучше согласиться и так далее, вот лично я не встречала таких текстов, где с позиции автора можно согласиться на 100%. практически всегда есть какое-то небольшое «но», которое можно добавить и которое на самом деле текст украсит, как я считаю. Вот. Я здесь попыталась написать такой абзац из предполагаемого сочинения и продемонстрировать, как можно с позиции автора и согласиться, и нет. Вот. И при этом привести какие-то тезисы, которые будут гарантом того, что ученик всё-таки этот балл по К4 получит и не потеряет балл по К5. Вот. Ну, по крайней мере, хоть как-то себя от этого обезопасит. Вот. Можно, соответственно, сначала заявить какую-то генеральную позицию, допустим, что я в целом с позиции автора согласен, но потом вот через «но» сказать, в чём, какие вопросы ещё остаются. Вот. То есть можно в целом согласиться с той точкой зрения, которую транслирует Ольга Олеговна, о том, что личность должна быть самостоятельной, что личность должна стремиться вот к тому, чтобы действительно делать что-то своё. Вот. Но с другой можно сделать оговорку о том, что человек, будучи личностью, безусловно, он не может всегда быть не как все. это, во-первых, практически невозможно, во-вторых, очень энергозатратно, в-третьих, это довольно бесполезно. Вот. И, соответственно, у меня здесь пример про Пушкина, на самом деле, украденный из той же повести Центрикова ночь после выпуска. Соответственно, там был диалог между физиком Решниковым, который сразу входит в конфликт со школой, и математиком Иннокентием Сергеевичем, и они спорили о чём? О том, как стоит преподавать, стоит ли, соответственно, тянуть всех до какой-то планки, до общего знания предмета, или, может быть, кого-то подтянуть, а с интересующимися уже заниматься отдельно. Вот. И, соответственно, там физик, вот этот Павел Павлович, кажется, вот, он привёл такой достаточно весомый аргумент о личности Пушкина и сказал о чём? О том, что вот он преподаёт физику, и логично, что он будет уделять больше внимания тем, кому-то физика действительно нужна, вот, и не будет тратить время на то, чтобы распинаться перед теми, кто физику не любит, а просто вот даст им общее понимание о предмете и не более того. Вот. И привёл в пример личность Пушкина, которая, соответственно, ну, которая, безусловно, является гениальным поэтом и стихотворцем, но вот его знания математики оставляют желать лучшего. Опять-таки, это не делает Пушкина хуже, как человек, хуже, как человек, хуже, как поэт и так далее, но вот если бы кто-то тратил время на то, чтобы Пушкин там смог сходу решать логарифмы, ну, не было бы ли это пустой тратой времени. Вот. И мне кажется, я обычно тоже со своими учениками это делаю, если есть время, обычно я их прошу либо согласиться с позицией автора и привести доводы, и не согласиться одновременно, то есть вот я иногда прошу их, ну, скажем так, поиграть в иезуитов и привести мне две крайности, а потом их как-то совместить. И тогда после этого обычно уже получается этот абзац более приличный, более осмысленный, по крайней мере, никто не пропускает часть выдвижения собственных тезисов. Вот. Почему? Главное, что у них не появилась бы фраза «На этот вопрос все ответят по-своему», каждому человеку думают по-разному. Да, каждый сам решит. Вообще, мне кажется, это очень хорошо, хороший способ, интересный. Полина прямо вот как лозунгом несет такую интересную, важную вещь. Я тоже себе возьму на вооружение такой приемчик, обращать на это внимание. И я просто можно сейчас тоже вставлю, когда писала этот текст, старалась не вкладывать в это себя, свою личность, а просто писать сочинение рядовое, не отходя от темы, помня, что там в тексте, напоминая себе, о чем этот текст, я поняла, что мои выводы, мои пояснения к примерам, они выглядят таким странным образом, потому что когда моя собственная личность подключалась к этому и читала, я понимала, что это какой-то абсурд, потому что суждения Ольги Олеговны могут привести, вот как меня, взрослого человека, к таким выводам, настоящая личность не должна слушать общество, она должна ему противостоять и так далее, ну в общем, какой-то романтизм, но выглядело это даже как-то грубо, я так и думаю, это что, я как будто про каких-то, не знаю, там, каких-то оправданий воров и так далее, в общем, не быть как все и разрешать себе все, в моем тексте стало такое звучать, и я начала это сглаживать, но мне кажется, что это все от текста, как от лукавого, это он мной так руководил, и вот это вот Ольга Олеговна, которую, вот я сначала прочитала этот текст, и для меня Ольга Олеговна была полностью положительным персонажем, ну хоть и достаточно таких радикальных взглядов, когда была прочитана вся повесть, то стало понятно, что не все там белое и черное, все очень даже так перемешано и неоднозначно, скажем так. Ну в этом плане, конечно, ученикам проще, особенно если они ее не читали, хотя я обычно так очень, очень толсто намекаю, что было бы неплохо, вот, но там уже, конечно, каждый решит по-своему, если прибегать к этому клише. Вот, так, о чем еще я хотела сказать? Соответственно, как мы помним, все-таки обоснование своего мнения у нас не может обойтись без примеров, если все-таки есть желание получить плюс один пока четыре, вот, и здесь приведены некоторые примеры того, откуда эти иллюстрации можно взять. Я думаю, вы без труда дополните этот список, потому что я бы не сказала, что в этом тексте затрагиваются какие-то специфические там аспекты развития человеческой личности, вот, или если говорить опять-таки языком итогового сочинения там морально-духовно-нравственных ориентиров жизни человека и так далее, но здесь я попыталась привести какие-то примеры, которые, ну, может быть, не в первую очередь у всех на слуху, хотя бы там во вторую или в третью, и, соответственно, пыталась сосредоточиться не только на литературе, но и на кино, соответственно, есть очень много хороших экранизаций школьных повести, особенно если мы вспомним там советский кинематограф, я думаю, опять-таки, вы дополните этот список очень быстро, почему бы не порекомендовать детям, допустим, какой-то из фильмов наподобие розыгрыша, «Ключа без права передачи» и так далее посмотреть, вот, мне кажется, это очень хороший опыт, почему? Потому что, допустим, там, в «Ключа без права передачи» мы видим одну ситуацию, но при каком-то должном анализе, я думаю, дети поймут, как на это смотрит там режиссёр, сценарист и так далее, и это, в принципе, тоже ведь анализ текста, только кинотекста, но, возможно, такое, ну, ненапряженное упражнение поможет детям лучше ориентироваться в тексте письменном, почему нет. Что касается списка литературы, я не смогла себе отказать в удовольствии включить сюда одну из моих любимых книг Сергея Кузнецова «Учитель дымов». Так, фильм «Училка». Да, кстати, спасибо за мысль, я его как раз недавно пересматривала, вот, да, действительно, спасибо, что вы это написали, потому что вот вы написали про этот фильм, и я вспомнила ещё один советский фильм с Ириной Купченко, Купченко же у неё фамилия, кажется, да, он не очень популярный, но, кстати, тоже может детям пригодиться, он называется «Чужие письма», я, наверное, даже напишу уседу, вот, там рассматривается проблема отношений между учителем и учеником, вот, ну, не романтических, разумеется, вот, скажем так, вопросов субординации, это тоже может пригодиться, вот, из такого, что тоже, скажем так, не всем известно, уже возвращаясь к литературе, я вспомнила о повести Любови Воронковой «Старшая сестра», это, скажем так, такой шаг назад в фармологическом плане, шаг назад в теме школьной повести, вот, достаточно интересная книга, на самом деле, кстати, небольшая, вот, современным детям, опять-таки, она может показаться несколько устаревшей в каком-то идеологическом плане, потому что она, насколько знаю, написана в 50-е, и там очень сильна вот эта вот атеистическая линия, когда девочка стыдится там того, что бабушка её послала осветить кулич, и это прям вот большая проблема на самом деле. Да, весна на зречной улице. Это же текст ЕГЭ был, простите, это же, по-моему, такой текст ЕГЭ был или нет? Откуда такая? Да, вот в том-то и дело, там был отрывок оттуда, это как раз диалог между школьным учителем и одной из мам. Он начинается, по-моему, какими-то словами Антонина Андроновна не спеша куда-то вошла, соответственно, вы без труда этот трилог найдёте, и как раз вот это отрывок из повести «Старшая сестра». Кстати, у неё есть, говоря современным языком, сиквел, эта повесть «Личное счастье» тоже в целом довольно примечательная. Если мы коснёмся второй, да, работы над ошибками, к сожалению, я не читала, но вот как раз планирую. Если мы коснёмся второй тематической доминанты, про сильных личностей и так далее, здесь тоже есть некоторые примеры. Из кино, опять-таки, писала то, что мне первое приходит в голову и то, что потенциально может заинтересовать учеников. Вот, допустим, есть достаточно современный сериал «Уроки химии» о женщине, которые не дали работать в химической лаборатории, но она, соответственно, начала учить химии всех домохозяек, став ведущей кулинарного ток-шоу. Вот. Соответственно, если говорить о сильных личностях, то можно привести в пример такой. Есть достаточно неплохой боёпик вселенной Стивена Хокинга. Если у вас учатся технори, им действительно будет интересно. Хотя фильм такой, достаточно мелодраматичный, но думаю, фильм «Жизнь прекрасна» не требует никаких комментариев. Из российского. Возможно, не все слышали о фильме «Временные трудности» с Иваном Ахлобыстином, по-моему, в главной роли. Такой тоже фильм очень противоречивый, и если вам нужно устроить дискуссию с учениками по разным вопросам, вот можно такой просмотр устроить. Соответственно, есть фильм «Прислуга» о том, как чернокожая служанка пытается улучшить свою жизнь. Есть фильм о том, как люди ищут себя. Это такая пародия на фильмы Болливуда, индийский тоже фильм «Три идиота», и детям, возможно, тоже его будет интересно посмотреть. Безумные вдокие, да. Из литературы, ну, конечно, здесь, по-моему, нельзя не упомянуть роман Джека Лондона Мартин Идден. Едва ли, особенно если мало времени, дети осилят его полностью, но почему бы не дать какой-нибудь кусочек, вдруг это их заинтересует, и они смогут этим примером воспользоваться. Если даже и не прочитают полностью, то, возможно, для пары предложений на ЕГЭ им вполне себе хватит. Вот. Также есть подростковая серия, которая была достаточно знаменитая, не знаю, лет 10 назад. Это серия книг Лемони с Никитой «Три и три несчастья». Опять-таки, тоже не обязательно читать её полностью для того, чтобы привести пример на ЕГЭ. Вот. И из того, что меня в своё время так зацепило, поразило, это повесть Ирия Короткова «Велисы». Вот, возможно, вы тоже о ней слышали. Она достаточно небольшая, кстати, тоже есть экранизация, даже две, о том, как главная героиня, начинающая балерина, пытается вот как раз решить, что для неё в жизни главнее, пытается преодолеть там все трудности жизни для того, чтобы стать настоящим профессионалом. Вот такая очень, на самом деле, драматичная вещь, в каком-то смысле даже трагичная, тоже очень советую. Так. Вот. Это что я хотела сказать о том, как работать с этим текстом при обосновании собственного мнения. Так. Спасибо за книжные и рекомендации. Не понимаю, какие книжные и какие кинематографические. Да, я хотела бы, да, я пыталась привести какие-то примеры из истории, но вот к сожалению, не пошло, но... И личности много разных. Я ещё хотела завершить то, что пришло мне в голову, пока Полина рассказывала про этот список. Достаточно нетривиальный для меня оказался, интересный. Действительно, что-то я хорошо знаю, люблю, что-то вижу впервые и всегда рада видеть что-то впервые и думать, что вот есть повод что-то прочитать по рекомендации. Так вот, я как-то когда Полина говорила про какую повесть, в которой девочка стыдилась, Воронковой, да? Да, Старшая сестра. Я вспомнила, что мне кажется, был такой мотив, обыгран и вот этот сюжет обыгран в такой подростковой повести, наверное, тоже многие её знают, Время всегда хорошее, Жволевского и Пастернак. Там такой фантастический сюжет разыгран, что мальчик и девочка из разных времён, одна из современностей в наше время, а мальчик из старого времени, в общем-то, меняются местами во сне, и, ну, такой, как бы, популярный приём, и, в общем-то, один современный ребёнок живёт в 80-е, вот, а получается, тот самый пионер попадает в нашу действительность с гаджетами, с какими-то такими вот устройствами, в общем, вот такая вот история, и мне показалось, что всё, о чём мы здесь говорим, и даже текст ЕГЭ, он для наших детей может быть таким немножко, ну, архаичным, вот, и даже эти рассуждения, которые так сильно захватывают ту же Ольгу Олеговну по поводу личности, кажется, что, да, всегда, наверное, будут актуальны, но не настолько остры, потому что в советское время вопрос личности, да, во время такого крепкого, ну, коллективизма, это, правда, такой вопрос очень сложный, в наше время он уже, скорее всего, так остро не стоит, но всё равно, конечно, это, ну, один из вечных вопросов, да, время всегда хорошее, Жволевский Пастернак, по-моему, там был тоже такой мотив про религиозность, и интересно эта книга тем, что в итоге ребята находят и в своём, и в чужом времени что-то хорошее, и даже что-то дают своему, каждому времени хорошего приносят из своего, ну, например, вот этот современный ребёнок, попадая в такое, в такое строгое время, снижает это, что ли, напряжение, и показывает, что, ну, не это главное, неважно, нельзя клянить там человека за то, что, ну, за религию, вот, а в общем-то, важнее, какой он внутри, вот, так что это у меня всплыло под впечатлениями от нашего разговора про книжные рекомендации, и мы предлагаем вам под занавес, почти мы вложились в полтора часа, поэтому можем и не прочитывать сочинение, но под занавес нашей презентации есть почти готовое сочинение, прямо так называется, состоит оно из проблемы примеров и связи, не дописывали мы его целенаправленно, потому что всё остальное в презентации есть, и позиция автора сформулирована точно, и есть какие-то рекомендации, как подтвердить свою позицию, собственно, Полина предлагала готовый вариант согласия, неполного, частичного соглашения с автором и с обоснованием, поэтому как бы сочинение можно собрать, но всё-таки, наверное, прочитаем уже готовое сочинение, и это будет таким практически завершающим аккордом. К чему приводит желание жить как все? Такая жизненная стратегия лишает человека индивидуальности, превращает его в заурядность, не способную формировать собственные ценностные убеждения. В предложенном для анализа тексте Тендрякова директор школы Иван Игнатьевич в беседе с коллегой Ольгой Олеговной делится переживаниями о том, что у его сына отсутствует сила воли и характер, что он хочет быть как все, потому что так проще жить. Алёшка даже выбрал воинскую службу в качестве жизненного пути только из-за того, что в армии не надо заботиться о себе, а достаточно подчиняться приказам и жить по уставу. Этот пример иллюстрирует мысль о том, что некоторые люди не прислушиваются к внутреннему голосу, а подстраиваются под уже сложившиеся общественные взгляды, потому что так гораздо проще. И вот если работать с учениками и показывать им нашу сегодняшнюю презентацию, можно даже по этому сочинению готовому предложить ребятам определить части сочинения, где здесь, всего ли здесь хватает, всё ли здесь хорошо, можно ли что-то исправить. Если вы видите какие-то недочёты, пишите, это всем полезно. Второй пример. Сразу же его маркируем противительным союзом, чтобы показывать отношения между нашими примерами. Однако желание жить как все не для всех людей является определяющим в жизни. Учительница истории Ольга Олеговна осуждает выбор Алёшки. Она со страстью доказывает, что личность должна быть исключительной, то есть видеть и думать не так, как все. Также она приводит в пример учёных, которые отличались от других в своё время и не были приняты за инакомыслие, однако в незаурядности которых сегодня мы не сомневаемся. Своей пылкой речи учительница старается увидеть директора в том, что быть заурядностью и слепо следовать за толпой опасно и вредно как для самой личности, так и для общества. Учительница убеждена, что достойный человек, имеющий нравственный стержень, прислушивается не только к общественному мнению, но и к своему внутреннему голосу. И вот тут моя ремарка, когда я писала этот комментарий к примеру, я не писала. И вот так это уже сглаженный вариант. Изначально он звучал, что достойный человек прислушивается только к своему внутреннему голосу. И после проверки сама себя увидела, что это достаточно жестко звучит. Такой человек не боится выступать против, не соглашаться с мнением большинства. Вот на этом у меня тоже была поставлена точка, но тоже показалось, что это достаточно грубо. И пришлось добавлять, когда видит несправедливость и жесткость. Пришлось это добавлять, чтобы мы своим текстом не показывали, что можно вообще вести себя как угодно и с обществом нисколько не считаться и позволять, личность может позволять себе все. Ну то есть разговор такой о сверхлюдях, тварь я дрожащая или правоимеющей. Примеры иллюстрации противопоставлены друг другу или противоположны друг другу. В истории про сына директора мы видим, как находясь под воздействием общественного мнения формируется слабая личность, стремящаяся быть как все. А в ответном слове учителя или учительницы показано, что стать сильной личностью можно, если опираешься на собственное убеждение, формируешь свою точку зрения и в случае необходимости способен противостоять обществу. И в завершении мы хотели бы вас порадовать подарками. Мы подготовили материалы, которые вы можете скачать прямо сейчас в нашем вебинаре. Один подарок от меня, другой подарок от Полины. Расскажу про свой подарок. Это рабочий лист сделан в стиле рабочих листов Елены Петровны Дудиной. Я поняла, что мне идеально подходит такой формат работы, листы с заданиями. По мотивам я постаралась что-то сделать похожее. Если вам интересно, то вы можете скачать этот рабочий лист. Сейчас на экране он появился и появилась также на этом экранчике с листом в левом нижнем углу стрелка для скачивания. Стрелка вниз. Этот лист состоит из нескольких страниц, которые, то, что мы сегодня делали, предлагается ребятам заполнить. Есть после текста QR-код на видео с Ютуба, в котором актер Николай Фоменко читает полностью целую повесть «Ночь после выпуска». И дальше у нас пошел список заданий. Мы сегодня все с вами это прошли и сделали. Где-то нужно подчеркнуть, где-то что-то нужно выписать, вписать. Как видите, некоторые зоны заполнены, какие-то свободные вопросы на ответы. И все это ведет к тому, что в итоге ученик пишет сочинение. Но здесь я предложила на этом листе уже готовое сочинение на третьем, в которое нужно только вставить какие-то слова. Готовое сочинение, ключ, ответ есть в нашей презентации. Как видите, здесь есть полностью часть, которую я вам зачитала, плюс позиция автора и полностью такая горенькая часть с выражением собственной позиции, которую ученику предлагается заполнить самостоятельно. Это первый подарок, а теперь Полина покажет второй подарок, поэтому я его сейчас переключу и его тоже можно будет... А второй подарок... Так, я его хотела... А, Полина... Подключилась? Да. Подключилась? Так. Текст не переключил, подарок пока не виден. Так, секундочку. Я просто уже нажала и... И опять плюсик, и в списке найти его адаптированный он там называется. А, всё. Я не могу... Да, только... Ага, вернуть. А это ещё третья страница там сразу была включена. Можно перерисовать. Так, как уже было сказано, мой подарок — это адаптированный текст из той же повести «Ночь после выпуска», но это такой вот приквел, кусочек приквел, то есть он был до того фрагмента, который был предложен ученикам на экзамене, и, честно говоря, я здесь попыталась немножечко реабилитировать несчастного директора. Вот. Небольшой спойлер, но даже несмотря на этот кусок достаточно интересен. Почему? Потому что вот это как раз фрагмент из конца спора в учительской. То есть, как вы помните, в этом романе есть, в этой повести, прошу прощения, есть две сюжетные линии, подростковая и учительская. Это как раз такое завершение, хотя бы промежуточное, вот этого учительского спора. Так, как-то очень странно здесь приближается, но в любом случае вы сможете это всё, разумеется, скачать и посмотреть. Вот. Текст не очень большой, на самом деле его даже адаптировать сильно не надо было. Вот. по-моему, он очень даже неплохо подходит под ЕГЭ. Вот здесь есть некоторые ключи, некоторые проблемные вопросы, которые мне показались продуктивными и подходящими для того, чтобы создать на их основе текст. Вот. Конечно, здесь точно так же подходит проблема, кого можно считать хорошим учителем и так далее, но поскольку она уже была, я сначала нужно мне повторяться. Вот. И поставила некоторые другие вопросы, но поскольку это всё-таки у нас файл вордовский, если вы там увидите что-то ещё, я не исключаю, вы сможете легко этот файл отредактировать и под себя его дополнить. У нас тут PDF-овские файлы, по-моему, даже вордовский невозможно или возможно, но это тот PDF, но если что, его можно переконвертировать. И, наверное, в папку для пользователей со стасусом преподаватель мы, ну, в общем, сбросим вордовские варианты, потому что я думаю, что в моём рабочем листе тоже хорошо бы, если кто-то будет брать в работу, как-то поменять там что-то сделать для себя, под себя, это вообще ясно и понятно, что каждому нужно как какая-то своя рука. Да, и мне почему-то захотелось спросить, есть ли тут среди нас те, кто не читал ещё эту повесть, про которую мы сегодня говорили. Или читал, может быть. Да, или читал, ну, в общем, плюс-минус, читали или нет, потому что так как я её недавно прочитала, для меня она стала таким приятным открытием, и мне очень понравились как учителю именно вот эти вот диалоги и споры учителей, то есть вот как-то подростковая часть, она меня не очень захватила, хотя она, конечно, там... Она очень драматичная такая. Она очень драматичная, очень серьёзная, не детские там проблемы, не детские темы, вот, и ситуация интересная между ними произошла, но учительские разговоры о судьбах, вот, а о том, как надо, и даже о том, какой должен быть учитель, действительно, там этот вопрос стоял остро, очень интересный персонаж, это учитель русского языка неоднозначный, можно... Интересно, какие чувства к ней просыпаются, вот, потому что о многом это говорит. В общем, кто не читал, рекомендуем, возьмите на заметку книга действительно любопытна, вот, и заставляет задуматься. Ну, вот такого вот ответа точного Тендриков точно не даёт, да, какого-то однозначного. Его проповедником точно назвать нельзя, это не гарантия. Ну, и красиво написано, слог, конечно, завораживает. Ну, вот, мы, наверное, всё сказали, что хотели, Полина, как думаешь? Будем рады услышать вопросы, вернее, увидеть. Да, вопросы, пожелания, предложения. Хорошая у нас сегодня публика была, благодарная. Надеемся, что какой-то пользы. мы пришли. Да, спасибо, что были с нами, слушали. Нам было интересно и готовиться к этому, ко всему, и выступать. Конечно. Здорово. Ну, тогда до новых встреч. Да. И всем успешной подготовки к ЕГЭ. И своих и на каникулах выдохнуть, набраться сил. И до встречи на предпросвете, кто собирается лететь, ехать. Мы с Полиной собираемся. Да, встретимся уже третий раз. Да, и ждём со всеми тоже встречи, кто сможет. Там ещё больше полезного. полезного. Всего доброго тогда. Я отключаю запись. Да.